Вы смотрите новости информбюро. Продолжаем выпуск. 30-летнему жителю Кустана и жизненно необходима квартира. Казалось бы, жилье нужно очень многим, но здесь особый случай. Из-за отсутствия квадратных метров он не может встать на очередь под трансплантацией легких. А вот очередь на жилье двигается медленно и шансов дожить до операции все меньше. Нина Шапо разбиралась. Аскар Бакиров с трудом передвигается по комнате. Любая физическая активность вызывает у него отдышку и боли. У 30-летнего мужчины порог сердца и легочная гипертензия. Ему требуется пересадка. Пять лет назад он лечился в Индии, но донорские органы там ему не подобрали. Он рассказывает, что в лист ожиданий его поставили в столице. И даже несколько раз приглашали, когда появлялся донор. Но всё тщетно. А в январе прошлого года после лечения в кардиохирургическом центре выписки указали, что сняли его с листа ожидания из-за того, что его социально-бытовые условия не подходят для проживания после пересадки лёгких. Мы снимаем комнату в общежитии. Врачи объясняют это тем, что после трансплантации мы живём четыре человека. Здесь у меня должны быть условия после операции. Кроме квартиры, камнем преткновения стало и отсутствие семейной поддержки. Так указано в выписке. Но Оскар говорит, мама – единственный кормилец в семье. Его брату и сестру она поднимает сама. Но врачи уверяют, что от отношений в семье зависит едва ли не 50% успеха всей операции. Что же касается жилья, то после пересадки именно лёгких пациентам действительно нужны особые условия. Лёгкие являются органом, соприкасающимся с внешней средой по сравнению, допустим, для категории пациентов, перенёсших трансплантацию сердца, печени или, допустим, почек, которые находятся в замкнутой стерильной среде. Инфекционное осложнение – одна из основных причин, к сожалению, крайне невысоких показателей выживаемости данной категории пациентов после трансплантации лёгких. В кардиоцентре, где проходил лечение Аскар, сообщили, что пока он состоял в листе ожидания, он ни разу не приезжал и жил в столице в хостеле. Всё это в совокупности повлияло на то, что его исключили из очереди, но до изменения жилищных условий. В Акимате же сообщили, что Аскар стоит в очереди на жильё 1371 по инвалидности с 2012 года. Но в рамках закона помочь ему ничем не могут. А ведь ещё неизвестно, сколько придётся ждать донорских органов после получения заветных ключей. Ведь многие стоят в очереди годами. Нина Шапо, Елена Досова, Информбюро, Костанай. Ещё больше важной и интересной информации на нашем YouTube-канале «Информбюро 31». Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы всегда быть в курсе новостей. ПО ТВ-Канале «Информбюро 31» «Информбюро 31»